МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем огромный привет! Предлагаю немного отдохнуть от музыкальных мотивов и погрузиться в мир высокотехнологичного. В эфире ТНТ-Мьюзик, программа «Гаджеты и люди». Меня зовут Алена. Мы начинаем. Сегодня в выпуске реактивный костюм, летающий гамак, космический корабль, лучший симулятор, гаджет для наушников, а также как сделать крутое селфи. Британский изобретатель в одиночку решил поразить всю планету и создать самодельный реактивный костюм. Что у него получилось в итоге, узнаете прямо сейчас. Летающий костюм уже поразил всех в сети, но изобретатель не собирается на этом останавливаться. Он уже обдумывает план, как бы прокачать его, чтобы костюм стал еще более удобным, легким и надежным. А пока этот супергеройский гаджет состоит из шести миниатюрных реактивных двигателей. Два из них прикрепляются на каждую руку, а еще два можно надеть на ноги или на поясницу. Правда, рюкзак за спиной – это не сумка в дорогу, а необходимый аксессуар, в котором находится топливо. По сути, именно этот рюкзак и питает все двигатели костюма. Примечательно, что уже на данном этапе в такой экипировке можно вполне точно выполнять разнообразные маневры и достигать средней скорости бегущего человека. Более того, в дальнейшем изобретатель планирует поставить такой костюм на поток и продавать его. Интересно, как выглядит предполагаемый покупатель такого изобретения? На меня он точно не похож. Еще один безбашенный гений придумал совместить квадрокоптеры и гамак. Скажу вам так, получилось как минимум необычно. Только посмотрите на этого парня. Как-то мы уже показывали вам человека, который осмелился пролететь на квадрокоптерах вместе со сноубордом. А здесь целый гамак. Правда, возможностей у такого транспорта ничуть не меньше. К тому же пока нет законов, запрещающих передвижение в таком вот виде. Разве что летать так может всего один человек. На большие мощности двигателей не хватает. Но голландцу, похоже, и одному неплохо. На него обращают внимание, фотографируют и говорят во всем мире. Не думаю, что эта идея придется по душе большинству. Ну а сам изобретатель может ловить кайф от своего творения так долго, насколько захочет. А вот следующий герой нашего сюжета уже набил себе руку, делая крутые селфи. Предлагаю поговорить с ним на «ты» и выяснить, в чем же секрет. Не бывает некрасивых людей, бывает плохая обработка, а также свет, настроение, камера и прочее. Все эти недостатки теперь можно подкорректировать и получить очень даже годное селфи. Увеличить глубину резкости фотографии, повторить стиль чужого приятного глазу профессионального фото, повернуть изображение, как вздумается, и многое другое. Теперь все это можно будет исправить прямо с телефона. А результатом послужит хороший портрет, у которого совсем не будет шансов на удаление. К сожалению, обычным пользователям эта опция пока недоступна, поэтому нам с вами все так же вручную придется искать лучшие ракурсы для селфи. А теперь о наболевшем. Вам не надоело постоянно распутывать провода от наушников, которые каким-то чудесным образом переплетаются так, что порой диву даешься? Если да, тогда следующий сюжет для вас. Не буду предлагать вам лайфхак, как можно аккуратно упаковать ваши проводные наушники. Это прошлый век. Несмотря на всю опаску потери, многие сейчас выбирают самостоятельные наушники. Так американский стартап представил гаджет, который способен превратить любую гарнитуру в беспроводную. Девайс очень компактный и весит всего 10 грамм. С помощью аудиоджека в 3,5 мм гаджет подключается к наушникам, а владелец получает возможность слушать музыку с помощью этого приемника. Заряда хватает всего на 5 часов, поэтому заядлым аудиофилам позаботиться о подпитке придется заранее. Проект пока на стадии разработки, но дела у него уже идут неплохо. К сентябрю разработчики уже планируют выпустить гаджеты в свет. А следующее видео, пожалуй, о самом захватывающем симуляторе виртуальной реальности. Этот новый вид аттракционов уже по одному видео вызывает желание испытать все на себе. А как на это отреагируют дети? Даже страшно представить размер очереди, которая выстроится к этому симулятору. Машина может вращаться на 360 градусов и повторять перемещение игрока в реальности с минимальной задержкой. Устройство работает в паре с очками виртуальной реальности, поэтому эффект полного погружения в такой системе отрабатывает на все 100%. Пока этот симулятор планируют использовать для гонок, космических полетов и прочих подобных игр. Но разработчики утверждают, что предела нет и подогнать под симулятор можно что угодно. Если честно, я бы и сама испытала его на себе. Надеюсь, ребята когда-нибудь привезут его к нам и дадут попробовать. Я всегда думала, чтобы полететь в космос, нужно быть как минимум космонавтом или выдающимся ученым мирового масштаба. Оказывается, это далеко не так. Этот необычный и величественный корабль создан для того, чтобы отправлять в космос наиболее любопытных туристов. Правда, к тому же хорошо обеспеченных, поскольку такое удовольствие стоит далеко не дешево. Ричард Брэнсон, основатель проекта, планирует первым испытать свое творение за несколько месяцев до официального старта коммерческих полетов. А вот после повторить смогут все желающие. В списке, к слову, уже около 500 претендентов. Каждый из них готов уже сейчас заплатить за билет порядка 15 миллионов рублей. На этом все, друзья. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних событий и просто для поднятия настроения. Ну а я, Алена, все так же жду вас в своем Инстаграм. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин